Вы смотрите отзыв об отеле Риксос Сангате. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-потешественникам с ником Солокс-трак, который был в нем в 2011 году. Зимняя Турция. Из года в год присматривался к зимней Турции, но ласковое солнце и теплое Красное море Египта превозмогало соблазн посетить дорогие делюкс-отели за приемлемую цену в соответствующий капризно-погодный период с Турцией. Но в этом году политическая ситуация в Египте подтолкнула меня решиться на неординарный шаг и поехать в Турцию зимой, благо как раз в нашем городе появились прямые рейсы в Анталию. Довольно напряженный подбор отеля дельное спасибо, закончился бронированием отеля Риксос Сангей. И хотя отзывы были весьма противоречивые, но я доверился опыту людей, с которыми консультировался, и мы, в составе двух человек, полетели в незапланированный отдых. Несколько слов о туроператоре Пегас. 1. Трансфер гида из аэропорта в отеле обратно. Это были разные гиды, не обеспечили никакого информационного сопровождения во время трансфера. Попросту говоря, они всю дорогу молчали и по прилету даже не соизволили сказать что-нибудь в духе. Добро пожаловать в Турцию. Я уж не говорю про минимальную информацию о стране, в которую мы прилетели, а в автобусе было много людей, которые первый раз посетили Турцию. На обратном пути ни единого вопроса в духе, как отдохнули. Все ли понравилось? Полное безразличие. Сколько ездил, такое первый раз. Не было привычного ощущения, что тебя здесь ждут и тебе здесь рады. Также трансфер гид не соизволил подвезти туристов, как это обычно бывает, кратцей Эпшен и не рассказывал, что надо делать для того, чтобы поселиться. Но это все мелочи. 2. На инфо-встрече мы столкнулись с полным отсутствием познаний по отелю отельным гидам Юлий, она не знала, где можно кормиться, она не знала, что работает, а что нет, что платно, а что нет. Информация, предоставляемая ей во многом противоречила тому, что мы уже узнали к моменту встречи, то есть реально приходилось ее поправлять, дабы она не водила людей в заблуждение. 3. Далее она Юлия взяла у нас ваучер и на следующий день мы ее уже не могли найти в отеле, чтобы забрать этот ваучер. Через день появился другой представитель Пегаса, Роман, который сообщил нам, что теперь он будет гидом в этом отеле и пообещал нам вернуть наш ваучер. В итоге мы его получили, точнее уже его ксерокопию, за день до вылета. К слову сказать, познание Романа по этому отелю не сильно отличались от Юлиных. Мне пришлось подсесть к инфо-встречи тура, чтобы получить хоть какую-то дополнительную информацию об отеле. 4. Ну и напоследок самая комичная ситуация возникла в связи с обратным вылетом. Анталия-Харьков, которая, как выяснилось, будет осуществляться с транзитной посадкой в Одессе. Пегас решил объединить два полупустых рейса Анталия-Харьков и Анталия-Одесса в один, о чем мы также не были предупреждены никем, об этом мы узнали буквально в самолете. В итоге вместо вторых часового полета, получилось пять часов, в Одессе пришлось получать багаж, проходить регистрацию, а потом заново сдавать багаж и снова проходить повторную регистрацию. Таким образом, работа Пегаса оценивается неудовлетворительно. Ну а теперь, собственно, сам отель, и так. Риксус Сангейт, если верить информации на офис сайте Риксуса, компания названа Риксус в честь одного из семи храбрых героев, который основал город Перге в тысячном году до нашей эры, бывший отель Сангаты Порт-Ройл успел сменить уже нескольких собственников и наделать много шуму. В 2005-2008 годах этот отель гремел как один из самых роскошных отелей всего Анталийского побережья. На многих сайтах, он до сих пор упоминается как самый известный в Турции отель. Сотрудники отеля утверждают, что кого в нем только не было, начиная от артистов мирового уровня и заканчивая политиками уровня президента. В поле отеля стоит стенд с многочисленными наградами отеля, среди которых лучший отель Турции 2009 года и масса других. Но это все слова, поэтому ближе к делу. Поселение. Автобус подвез нас к входу в районе 18.00. Нас встречает девушка в турецком национальном костюме с чаем и лукумом, на рецепшине, после короткого приветственного диалога с еле русскоговорящей. Девушкой и после заполнения карточки гостя нам были выданы два электронных ключа и больше ничего. На вопрос о наличии распечатанного перечня услуг, баров, ресторанов, времени их работы и прочей информации о концепте, а также о карте отеля нам сказали, что, к сожалению, у них сейчас ничего не ясно и поэтому информации нет, но они точно могут утверждать, что у них сейчас работает только основной корпус и ресторан в основном корпусе и все. Но да ладно, как говорится, где наша не пропадала, разберемся, что к чему. Единственное место, откуда можно было получить разумительную информацию, это мониторы в лифтах. Ах да забыл, попросил сразу отключить платные каналы, благо начитался отзывов. Девушка с улыбкой сказала никаких проблем, ну и максибар, но его оказывается и так нет, и мы спокойно отправляемся в свой номер селиться. Номер. Номер оказался на восьмом этаже, последним, с видом на горы, вид из балкона был просто потрясающий и было принято решение ничего не менять. Характеризуя номер, можно сказать, что он очень хороший и просторный. Все свежее, чистое, никаких следов изношенности. В ванной комнате собственно ванна, отдельный ниший душ и отдельный ниший туалет, шампуни, гели, мыло, предметы личной гигиены, все есть и регулярно обновлялось. Смотри видео с 9 минут 34 сек. Пару слов о сейфе. Чтобы открыть сейф есть два способа, либо посредством ввода кода, либо использую карточку от номера. При этом если закрыли карты, то открывать его можно только картой. Тут у меня возникло соображение, что уборщики, владея картой от номера вполне возможно, также смогут открыть сейф своей картой, поэтому я сразу решил закрывать сейф кодом, в этом случае карта не действовала. Поэтому совет, закрывайте сейф на код, а не на карту, но это лишь мое МХО, может быть именно с этим связано случай исчезновения ценностей с сейфа, иногда встречающиеся в отзывах об этом отеле. В номере ковровое покрытие, обычный электронно-лучевой ТВ, дополнительный диван, письменный стол, холодильник с старая бутылками пива, светлая, темная, минеральная газ. Вода, обычная вода, чайная спи, три штуки, разные, две колы, обновлялась ежедневно без перебоев. Уборка номера была своевременная и надлежащего качества. Как благодарность, каждый день оставляли 1 доллар плюс через день по шоколадке в руки, когда встречали, один раз уборщица не взяла доллар, он так и остался лежать на столе. Питание и бары. Система питания All Exclusive All Inclusive действует круглосуточно, хотя ночью в этот период года работал только лобби бар Саадиба возле второго Редца и Пшена, их два в отеле. Ресторан Пиноу, это основной ресторан в зимний сезон. Летом основной ресторан Тьюркас Растан. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.